Девушки отдыхают И мне даже рассказать-то некому, что за чертовщина происходила со мной на протяжении последних нескольких дней. А спать до сих пор страшно ложиться, и это даже при наличии двуствольного ружья под кроватью. Дом мой стоит на самой окраине нашей, вымирающей деревне. В нем я и живу уже около десяти лет. Переехал еще в молодости, подальше от городской суеты, в еще более-менее оживленную деревню. Но время шло, часики тикали. Старики умирали, молодежь старалась при первой же возможности покинуть это захолустье. А те, кому некуда было ехать, оставались здесь. К нынешнему времени более-менее сохранилось лишь несколько домов, да и те не в самом лучшем состоянии. Сказать честно, я не особо нуждался в других людях. Я почти ни с кем не общался, кроме разве что продавщицы с нашего местного магазина, и то, когда приходил за покупками. Ну и это было довольно давно. Ведь единственный наш магазин закрылся около трех лет назад. Дескать, невыгодно держать его ради пары десятков коллег, у которых и денег-то особо нет. Да и товар завозить понапрочь рассыпавшейся дороге, удовольствие не из приятных. И главное, не из дешевых. В общем, мы остались с матушкой природой один на один. И именно тогда я завел себе собаку. Впоследствии, которая стала мне самым близким живым существом на всем белом свете. Назвал его Бобик. С фантазией у меня всегда было туговато. Появился он у нас в деревне, как гром среди ясного неба. Непонятно откуда и когда. Я тогда управлялся на огороде, когда услышал лай за забором. Пошел домой, взял кусочек хлеба до сала, ну и вынес ему перекусить. Так и началась наша дружба. С тех пор ни на минуту от меня не отходил. Я даже связал ему ошейник, чтобы ненароком не затерялся. Со временем приручал пса к охотничьему ремеслу. Ведь уже на протяжении довольно долгого времени лес кормил всю нашу деревню. Лес, огород, ну и, конечно, родственники некоторых односельчан, приезжавшие пару раз в месяц проведать своих стариков. Так и жили. Охотились, рыбачили, выращивали табак да всякую вкуснятину на огороде. Кушать было что. Это, пожалуй, самое важное. Жизнь шла своим чередом. Шли дни, месяцы, годы. Бобик становился взрослее, послушнее и, самое главное, умнее. Он понимал некоторые команды. Да и вообще мне казалось, что он понимал меня как человек, когда я с ним разговаривал. Он всегда меня внимательно слушал. Пару раз в неделю мы стабильно с моим другом ходили в лес. Обычно я занимался охотой, но и рыбу не брезговал половить. Да и грибочки с ягодами тоже находили место в моей корзине. Около двух недель назад у меня случилась беда. Мы, как всегда, пошли гулять по окрестным лесам. Дело к вечеру близилось уже тогда. Солнце потихоньку пряталось за горизонтом. И пора бы уже было домой, как Бобик. Словно слетев с катушек, сорвался и побежал в чащу леса. Словно, испугавшись чего-то. Да так быстро рванул сквозь деревья до кустарники, что я за ним еле успел. Да вот только куда уж мне за молодым псом бегать. Я попытался, конечно, догнать, звал его, кричал на весь лес, но он как будто меня не слышал. Лишь иногда скулил, как щенок. Так я за ним и гнался недолго. До тех пор, пока не споткнулся к корягу и не потерял его из виду. Я всегда знал, что животные иногда могут видеть то, что не под силу заметить человеческому глазу. Они всегда реагируют на какую-то опасность и всегда вовремя дают человеку знать о ее приближении. Но не в этом случае. Так я думал тогда, бродя по лесу в надежде найти своего пушистого друга. Вечер уже опускался на лес, покрывая верхушки деревьев своим непроглядным одеялом. А моего друга как не было, так и нет. И, наконец, когда лес полностью погрузился в темноту, я понял, что дальнейшие поиски ни к чему не приведут. Еще несколько раз, выкрикнув его имя и так и не услышав ответ, я отправился домой. В надежде, что пес нагуляется и найдет обратный путь. Ведь эти тропинки только мы с ними вытоптали. А он у меня умный. Он обязательно вернется домой. К утру он так и не пришел. Меня подорвало с кровати в шесть часов, и я уже на автомате обошел весь дом в надежде, что Лохматый лежит в коридоре на своей лежанке и грызет косточку, которую я положил ему еще вечером. Но нет, Кость, увы, лежала нетронутой. Мне стало грустно. И вот, честно говоря, как никогда одиноко. И дурные мысли тут как тут оказались. А вдруг там, в лесу с ним, что-то случилось? А вдруг дикий зверь напал на него? Или что еще хуже? Эти мысли заставили меня тотчас одеться, накинуть куртку, завернуть что-то покушать и отправиться вновь на поиски друга. Полдня я прочесывал лесную чащу вдоль и поперек. Хорошо, хоть еще не было листвы, снег только успел растаять. И то не во всех местах. Этот факт существенно облегчал поиски. Я ходил, кричал, заглядывал под каждый кустик, под каждое дерево, но так никого и не нашел. Уже смирившись с пропажей любимца, да вытерев скупую мужскую слезу, я вновь отправился домой, подавленный и разбитый. В деревне еще обошел всех жильцов с расспросами. Может, кто чего видел, но, увы, ответы моих соседей лишь еще больше разочаровали меня. Настроения не было от слова совсем. И выпив травяного чаю, я лег спать, все еще не теряя надежды, что Бобик все-таки среди ночи поскребется в дверь. Но этого так и не произошло. И на следующий день тоже. И через неделю. Так и жил сам. Потихоньку привыкал, конечно. Но порой одиночество прям уж очень сильно довело. Иногда даже посещали мысли выйти, да хоть с соседями поболтать. Да вот о чем говорить-то с потихоньку выходящими из ума пенсионерами. И вот однажды вечером уже спать было укладывался, как слышу звук за окном. Окна у меня в доме старые, даже малейший шум с улицы хорошо был слышен. Так вот слышу, как скребется кто-то в дверь веранды. На радостях подрываюсь с кровати, бегу к окну. Смотрю, стоит рядом с дверью любимец мой. Узнал по цвету шерсти моментально. Быстро в веранду. Открываю дверь. Стоит это чудо. Грязный, как сатана. В тени, рязке, еще каких-то водорослях. Где ты был, дурачок мой? На радостях вскрикнул я. Это ж надо так извозюкаться. Ну давай, заходи в дом. Пес не отреагировал. Сидел молча на пороге, высунув язык и тяжело дыша. Пришлось затаскивать в дом на руках. Причем сразу в ванную. Воды у меня не было. Поставил ведро на печь, а сам тем временем стал снимать с него всю налипшую на шерсть, водную растительность, до куски грязи. Боже мой, где ж тебя носило, дурачок? Искудал весь. Ну ничего, ничего, там кость до сих пор тебя дожидается. Боже, как я рад, что ты вернулся. И лишь потом, купая его в горячей воде, я начал подозревать, что с моей собакой что-то не так. Он был в крайне плохом состоянии. Худой, как щепка. Слабый. Еле стоял на лапах, когда я драил его губкой. А это еще что такое? Вдруг обратил я внимание на черное пятно, которое никак не хотело отмываться. Однако я вскоре понял, что это не грязь. Странное пятно у него на шее, ближе к спине. Мне не нравилось. Я как только к нему касался в попытках отмыть, пес тут же скалился на меня и начинал рычать. Хочу заметить, такого никогда не было за все время, сколько он со мной. Ну, Бобик, ты че рычишь на меня? Ладно, не буду трогать, успокойся. В общем, как смог, отмыл его от вонючей грязи до водорослей. Судя по запаху и его внешнему виду, Бобик угодил в болото или другой подобный водоем. Ну, ничего, главное, он вернулся и все. Я уложил его на лежанку и сам в приподнятом настроении, зевая, увалился на мягкую кровать и до самого утра сомкнул глаза. Несколько раз за ночь я слышал, как Бобик скулит, но сладкий сон никак не давал мне встать и посмотреть, что там такое. В последние дни я все больше и больше стал замечать, что Бобик не похож на того доброго, игривого пса, которого я знал до его побега. Словно с ним там в лесу что-то плохое случилось. Он заметно слабел, сам не выходил на улицу, плохо ел. Та самая кость, пролежавшая здесь все то время, он ее даже не тронул. Я уже к нему и так, и сяк, и погладить, да за ухом почесать, а он все скалится, рычит на меня, будто и не было вовсе тех долгих лет дружбы, как будто не узнавал меня. Но все оказалось намного хуже, чем я себе представлял. И тут уже даже не в собаке дело, а в том самом лесу, где мы охотились и где исчез тогда мой любимый пес. То, что пришло ко мне, не являлось им. Это был не Бобик. Я убедился в этом одной ночью, когда вновь сквозь сон услышал его скуление. И вот прям рядышком совсем открываю глаза, смотрю, а он сидит у моей кровати и смотрит на меня. А глаза фонариками светятся. Я с просонья подумал, было, что свет так отражается. Да вот только проснувшись, понял, что света на улице нет, а окна плотно зашторены. Сидит Бобик, значит, рычит на меня, а затем лаять, как начал на весь дом, как врага кровного увидел, ей-богу. А когда я с кровати встал, так и вовсе бросился на меня и за ногу укусил. Да так вцепился, что мне пришлось пнуть его ногой. Кровь хлынула из раны, еле остановил. А этот гад все так же сидел в углу комнаты и скалился. Ну вот, что мне было делать тогда? Выгнать из дома? Так жалко, ведь родное же. Или уже нет? К ветеринару везти так не на чем, да и не за что. Сидел еще, переглядывался с ним около часа и принял крайне сложное решение. Сквозь слезы я накинул на некогда любимого пса шейник, и мы с ним пошли в лес. Ведь это на самом деле не мое животное. Бобика словно подменили. Я не узнавал его. Может где бешенство подцепил? Мало ли в лесу что может быть. Отведу его туда, да там и оставлю. Я оделся и вышел за ним. Пес все нализывал то самое пятно, которое я заметил, когда купал его. Посмотрю, думаю, что там такое. Может заживает, ведь сколько времени прошло уже. Приблизился к нему, одел перчатку. Сначала слегка погладил. Пес вроде вел себя спокойно. Но опять же стоило мне немного приблизиться к пятну, как в Бобика словно черти вселялись. Как начал лаять и рычать на меня, что я и назад отпрыгнул с испугу. Но увидел, что там с этим пятном. Лучше бы не видел. А там просто кроваво-гнойное месиво. Кость видно даже было. Боже, что с тобой? Сразу в голове мысли. С кем-то подрался, рано загноилась. Да и не подпускал он меня к себе именно из-за этого. Казалось бы, логичное объяснение, но оно не изменяло моего решения. Оставлять его дома и смотреть, как животина мучается, а уж тем более я точно не перенесу его смерти. Сердце болело, когда мы с ним пошли в лес. Я понимал, что вернусь домой один. На дворе ночь. Сонливость уже давно исчезла. Я шел по нашей тропинке и даже не смотрел на слабое умирающее животное. Но вдруг на том же самом месте, что и в первый раз пёс срывается с поводка и что есть мочи бежит в чащу леса. Я тут же за ним. До сих пор не понимаю, зачем я это сделал. Включив фонарик, я продирался через ветки, перепрыгивал упавшие деревья и вдруг остановился, почувствовав топь под ногами. Вода затекала в башмаке и направив луч фонаря вперед, я сначала не понял, а потом обомлел от страха и недопонимания. Передо мной расположилось небольшое болотце, по правой стороне упавшее дерево, а уже под ним труп моей собаки. Да, это был Бобик, да вот только уже сгнивший почти, лишь кость это череп, обтянутый рваной кожей и шерстью. Я попятился назад. А за кем же я тогда бежал? Кто же приходил ко мне? С с кем же я жил все эти дни? Ведь труп любимца лежал там уже очень давно, это заметно. Уже разложиться успел почти полностью. Из ступора меня вывел шуршащий звук правее. Я мигом оглянулся и посветил фонариком в ту сторону. И клянусь господом богом, я увидел свою собаку, силуэт которой тот час исчез за деревом. И нет, мне не показалось место, где лежал труп бобика без изменений. Кости как лежали, так и лежат. Да что здесь происходит? Сам себе задал я вопрос, понимая, что внутри меня нарастает необъяснимая жуткая тревога. Я осмотрелся и понял, что заблудился. Вокруг меня торчали все еще голые деревья, а ноги то и дело погружались в грязь. Нужно уходить. хорошим это не закончится. Не отводя взгляд от сгнившего питомца, я сделал несколько шагов назад и вновь остановился, услышав всплески воды посреди болота. Присмотрелся и вижу, как шевелится что-то, словно выходит из этого болота живое. Первое, что показалось из воды, натуральные рога, то ли оленя, то ли лося, я не знаю, а потом нечто похожее на человеческую голову. От увиденного у меня подкосились ноги, и я упал на сырую землю, не переставая смотреть на то, что подымалось из болотной тины. Худощавое нечто, разгребая своими конечностями рязку, пыталось вылезти на берег. Я с перепугу и фонарик выронил с руки. Толком рассмотреть его я так и не успел, но мне хватило лишь того факта, что оно натурально вылезло с болота в самое чаще безлюдного далекого леса. Отталкиваясь от земли руками и ногами, я отползал назад не в силах даже встать на ноги, а зловещий силуэт с ног до головы покрытый тиной и прочей болотной растительностью все больше и больше показывался из воды. И тут же я услышал собачий лай, когда смотрю подбегает к нему мой бобик, да прыгает радостный такой, хотя на самом и живого места нет, весь пол сгнивший и съеденный червями, да грязный как сам черт, рогатый приседает так на корточке, криво так еле держась на ногах и гладит его. Это было последней каплей. Опершеся дерево я встал и как дал дёру в обратную сторону, что только и успевал смотреть перед собой, чтобы не врезаться ненароком в какое-то дерево, а те двое так и стояли там у болота, провожая меня взглядами. Когда уже бежать не осталось сил, я упал на землю и, переводя дыхание, пытался понять, где я нахожусь. Но по счастливому стечению обстоятельств, я бежал в правильном направлении и оказался не так далеко от своей деревни и уже ближе к утру всё же вернулся домой. Ни о каком сне, разумеется, и речи не шло, но на этом странности не закончились. В этот же день я ходил к колодцу набрать воды домой. Степа, слышу, зовёт меня бабулька, соседка старая-старая совсем уж, сидит на лавочке у двора, да сигнал радио поймать пытается, на старом приёмнике. Не поможешь мне? Шипит, гад, не могу ничего понять, что говорят. Я оставил вёдра у колодца и подошёл к старушке, взял в руки приёмник, пытаюсь найти волну и настроить антенну. Как смотрю, а старушка глаза не отводит от моей ноги. Эм, что-то не так? А ты ногу видел свою, сынок? А я в шлёпках на бусую ногу вышел, вот она и заметила. И я тоже, после её слов. На ноге у меня в том же месте, куда меня укусил бобик, образовалось такое же чёрное пятно, как у пса. У меня и дар речи отняло. Оно было почти незаметное, а я ещё и удивился, как старушка смогла его так быстро увидеть, да и почему в доме болотом воняло, когда я вернулся из леса. Я видел, а Стёп, ты в лес часто ходишь, и птицу дикую приносил, как тоже видела, и о собачке твоей соседи поговаривали, что убежала в лес. Да вот только, когда она домой к тебе прибежала, ты впустил зло в своё жилище, самое настоящее зло. Вы о чём, тётя Тань? Удивлённо поинтересовался я, не отводя взгляд от своей ноги. Вы видели, как он вернулся? Я всё видел, сынок, я только и знаю, что в окно за людьми наблюдать, улыбаясь, ответила старушка. Да вот только думая, что ты впустил домой своего любимца, ты впустил зло в своё жильё. Да я уже это понял, тётя Тань. У меня такая же история была, только не с собачкой, а с кошечкой, лет десять тому назад. Убежала тоже в лес, и след простыл. Я долго горевала тогда, искала его долго, и дети приезжали, искали, да вот только там в лесу что-то необъяснимое обитает. Мне ещё моя бабушка рассказывала, что там какое-то болото. Туда животные и бегут, как мёдом им там намазано, а потом возвращаются через несколько дней, да вот только возвращаются уже не они, там даже люди пропадали том в болоте, с нашего же села. И ко мне кошечка моя пришла, да вот только в это время, пока она у меня была, я неоднократно по ночам видела, как во дворе ходит кто-то. Ходит, что-то высматривает, кого-то ищет, видимо, своего нового питомца, либо его хозяина. Ведь оно так и заманивает людей туда, в лес, к болоту. И тут же я вспомнил, как то, что с болота вылезло, гладило моего пса своими мерзкими костлявыми конечностями. Слава Богу, дети меня тогда к себе забрали. Я испугалась, попросила сына, а вернувшись обратно, кошечки моей я не обнаружила дома. Лишь водоросли какие-то, да ряску болотную. А то, что у тебя пятно на ноге это дурной знак, очень дурной. Мой тебе совет, сходи в церковь обязательно, поставь свечку, и чем быстрее, тем лучше, там тебе подскажут, что делать. Заодно и посмотришь, как там в городе дела. У меня сын приедет послезавтра, если хочешь, может тебя отвезти. Да, да, конечно, спасибо, спасибо большое, тетя Тань. Женщина же лишь перекрестила меня, когда я настроил ее радио и отправился обратно к колодцу. Через день мы с сыном тетя Таня отправились в город, и я посетил церковь. Пятнышко на ноге потихоньку начало сходить на нет, и я вернулся к нормальной жизни. О Бобике мне напоминала лишь наша совместная фотография, стоявшая у меня на холодильнике. А ту жуткую ночь я старался не вспоминать, и в лес ходил уже совсем другими путями, обходя то зловещее болото десятой дорогой. КОНЕЦКИ